Челябинский айболит – частый герой телерепортажей и газетных статей. О чудом спасенных им хвостатых пациентах знают не только южноуральцы, но и любители животных из разных стран мира. Карен Далакян – единственный южноуралец, получивший письмо от Бриджит Бардо. Французская актриса и зоозащитница высоко оценила его вклад в спасение животных. Нет у нас приютов для бездомных, ну, таких пансионатов, скажем тогда, поселяют для диких кошек, которые отработали в цирке. И пока есть цирки, пока выступают эти животные, будут эти передвижные зоопарки. Заложником одного из таких передвижных зоопарков стал и уже всемирно известный тигренок Жорик. Но для Карена усатый хищник навсегда останется ласковым котенком, с которым жестоко обошлись люди. Под присмотром доктора Далакяна тигр быстро пошел на поправку, и возвращение его в условия передвижного зверинца было бы все равно, что смертный приговор. Тогда средства на выкуп тигренка собирали всей страной. Челябинские школьники приносили копилки с монетами, бизнесмены сотни долларов. Сейчас Жорик здоров, весит почти 200 килограммов и живет в Хабаровском питомнике для хищников-инвалидов. Пойдем, 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 пошли, пошли. Ай, молодец, ай, хорошо, ай, молодец. Но самое такое, которое просто вот зашел в сердце, даже многие называют его моим третьим сыном, это Жорик всемирно известный. Животное совершенно другое, не похоже ни на кого. Но из хищников были, у меня и Ада была, тигрица, и Гарик леопард, и Лева львенок. Но вот Жорик был уникален. Но это, наверное, связано с тем, что он пережил несколько клинических смерти. То есть во время операции, во время манипуляции, это животное как бы по-другому принял меня. И я его по-другому принял. То есть я на него смотрел, как на члена семьи, как на ребенка. И он также относился ко мне, как на папу, как на маму. Вот его эти звуки, когда он говорил «ма-ма-ма-ма». И спустя 6 месяцев, когда мы его уже отдали Хабаровску, то есть он не встретил, он не пустил в клетку. Я ему поставил укол, когда делали очередную операцию. Вот это отношение, что хищник не забыл. Жорик – живой символ проявленного людьми милосердия и талисман чемпионата Европы под зюдо, который этой весной будет принимать Челябинск. Скоро весь мир узнает, что в России по улицам ходят не только медведи, но и настоящие тигры. Сегодня Карен Далакян готовится к открытию первого в России школьного зоомузея. Очень интересна была операция на обезьяне, которой оказалось, что опухоль в ротовой полости. Обезьяна совершенно была дикая. Мы усыпили в сумочку и едем. И я в машине замечаю, что обезьянка начинает просыпаться. Это такая средняя обезьяна, которая – это опасное животное. Я предупреждаю таксиста, что нарушаем все правила. Это ночь. Он говорит, что я не могу ничего нарушать, рискуя правами. Говорю, мы рискуем больше. У нас в сумке обезьяна. Когда он увидел, он забыл все правила, все цвета светофора. Мы успели, буквально, когда обезьяну положили на операционный стол, он уже начал просыпаться. Первое, что увидели, что пальцы стали шевелиться. Добавили наркоз и оказали оперативное вмешательство. Но это был стресс. Ехать в закрытом пространстве с дикой обезьяной, которая в клетке. И при том это зубы, это когти. То есть страшно. И леопарды, и обезьяны, и тигры, и львы. То есть были и котята, и у всех разная судьба. Все они разные. Доктор Далакян – президент фонда зоозащиты «Спаси меня», который был организован 14 лет назад. За годы работы фонда ветеринарные врачи сделали несколько тысяч бесплатных операций по стерилизации бездомных животных. Мы посчитали и нашли причину. Основная причина возникновения бездомных животных. Стали уже работать над этим. То есть уже учить, вести просветительскую работу. Мы поняли, что дети. У нас дети на сегодняшний день воспитываются на таких играх нервных, на стреляншках, вот этих кинушках. Мультики все они такие. То есть нет вот этих добрых сказок. А когда мы стали встречаться с ребятами, рассказы про животных, про историю спасенных животных, просто потом отзывы от родителей, мы слышали, что дети совершенно меняются на глазах. В этой ветеринарной клинике животные не только получают медицинскую помощь, но и находят временный приют. Морские свинки, лемуры и экзотические питомцы оказались здесь по воле судьбы и сейчас в поиске новых хозяев. Это ягуана. Это ящерица. Да, она травоядная, но она имеет свойство расти. Были случаи раньше, что слава богу, утихли с крокодилами. Очень популярно было покупать маленьких кайманов. Они там рублей 3 тысячи, 5 тысяч рублей стоили, но они быстро растут. И когда этот крокодил становится там около метра, он может хвостом сломать свой террариум. В свое время после перестройки очень много было завезено обезьянок. Очень потом, буквально через год-два, приходилось всех усыплять, если не находили, куда их девать. Бывают случаи, когда доктора Далакяна мучает почти гамлетовский вопрос. Мы все пускаем через себя. Очень сложно. И бывают ситуации, что ты должен делать вердикт, усыплять или не усыплять. Вот это самое тяжелое. То есть владельцы приходят и говорят, вот доктор, скажите, то есть мы берем окончательный вот этот вердикт. Вот это самое сложное. Лучшая реабилитация для больных хищников. Вот это четырехкомнатный санаторий в центре Копейска. Родные Карена уже не удивляются, когда глава семейства приходит с работы в сопровождении льва или достает из кармана гадюку.